Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Во время Оно, слышав Иоанн во узилище дела Христова, посла два от ученик своих, речей ему, ты ли еси гряды, или иного чаем. И, отвечав Иисус рече им, шедша возвестиста Иоаннове, я же слышита и видита, слепие прозирают и хромие ходят, прокаженные очищаются и глусие слышат, мертвие восстают и нищие благовествуют, и блажен есть, и же аще не соблазнится о мне. Тема же исходящема начат Иисус народом глаголоте о Иоанне. Аминь глаголю вам. Не восстав рожденных женами боли Иоанна Крестителя, мне и же во Царстве Небеснем боли Его есть. Одни же Иоанна Крестителя досели, Царствие Небесное нудится, и нужницы восхищают е. В сиба пророцы и закон до Иоанна прорикоша, и аще хощите приятий, то есть Илья, хотя и прийти, имея уши слышите, да слышит. Здравствуйте, дорогие братья и сестры, сегодня понедельник, 30 июня, в этот день Церковь предлагает нашему вниманию евангельское чтение от Матфея, 11 глава, со 2 по 15 стих. Давайте послушаем, как это Евангелие звучит на русском языке. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И сказал им Иисус в ответ, пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовестуют, и блажен, кто не соблазнится о мне. Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне, что смотреть ходили вы в пустыню, трость ли ветром колеблемую, что же смотреть ходили вы, человека ли одетого в мягкие одежды, носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских, что же смотреть ходили вы пророка, да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Сей я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Одни из же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой уберется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. Если хотите принять, он есть Илья, к которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышит. Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день для нас предлагает Церковь. Итак, мы вновь с вами читаем повествование о том, как ученики Иоанна Крестителя приходят ко Христу с вопросом о том, действительно ли он тот, которого мы ожидаем и ждем, или все-таки нам ждать другого. Евангелист Матфей говорит нам, что Иоанн был в темнице, и можем вспомнить о том, что он был заточен в крепость Махерон, которая находится в горах Мертвого моря, за то, что обличал Ирода Антипу в его безнравственном поведении, ибо он буквально соблазнил жену своего брата и, бросив свою жену, забирает ее себе. Вот с довольно жесткой критикой выступает Иоанн Креститель, помимо этого были, видимо, еще какие-то иные причины, за что и пророк попадает в темницу. Итак, толкователи Писания, всегда обращаясь к этому небольшому евангельскому отрывку, вот этому посланничеству учеников Иоанна Крестителя ко Христу, всегда рассуждают над вопросом, почему Иоанн Креститель задается этим вопросом. Ведь до этого он был свидетелем явления Троицы, тогда, когда Господь приходит креститься к нему, сам он свидетельствует перед своими учениками о том, что это тот, которому я даже не достойно развязать ремня его сапог, ну и прочие свидетельства, которые читаем мы в Священном Писании. То есть, по сути, Иоанн Креститель не мог сомневаться в том, что Христос есть действительно тот Мессия, которого они ждут и ожидают. Ведь и сам Христос указывает на Иоанна, как на пророка, ну и многие свидетельства, в общем-то, мы видим в Священном Писании. Традиционное толкование этого отрывка, например, Иоанна Златоустого, заключается в том, что Иоанн Креститель посылает своих учеников для уверения самих же учеников. На основании чего святитель делает такие выводы? Ну, мы, если с вами читаем внимательно Священное Писание, то можем встретить несколько эпизодов, где, например, ученики Иоанновы вместе с фарисеями приходят ко Христу и спрашивают, почему мы и фарисеи постимся, а твои ученики не постятся. Были и другие, по-видимому, споры и вопросы по поводу того, действительно ли Христос является тем, кого они ждут. Вот стоит полагать, что ученики Иоанна сомневались в этом. Иоанн Креститель отправляет их как бы от своего имени, чтобы они утвердились в своей вере и примкнули к ученикам Христовым. Потому как мы с вами понимаем, что Иоанн Креститель прекрасно понимал, что дни его сочтены. И другой момент, который мы здесь можем привести в подтверждение вот такого толкования и представления этого отрывка, то, что все-таки сам Христос указывает на Иоанна Креститель как одного из величайших пророков и, соответственно, сам как бы перед лицом Иоанна Крестителя тем самым умаляется, может быть, в лице учеников Иоанновых. И вот такое толкование предлагает нам, например, Иоанн Златоуст. Но мы должны здесь внимательно еще ознакомиться с последующими словами Спасителя, обращенными к народу. Ведь здесь Господь, высоко оценивая Иоанна Крестителя, говорит такую восхищенную речь о нем, о том, что он не есть человек колеблющийся и прочие вещи. То есть здесь мы должны еще понять вот какой момент. Сам Иоанн Креститель находится в темнице. Это был, кто был Иоанн Креститель? Мы с вами помним, дитя пустыни, пророк, возможно, он вообще в доме-то никогда не жил. И вот здесь Ирод Антипа посадил его в темницу. Он заточен в четырех узких стенах, он предвидит свою кончину, смертный час для него близок и понятен. И вот он находится вот под таким душевными и физическими пытками, который вот здесь вот так вот вкратце передает, что называется, Евангелес Матфей. И вот буквально умирающий, он все-таки должен, у него не должно оставаться сомнений в том, что Иисус есть действительно тот Христос, которого они ожидают. И по сути, вот дальнейшие слова, с которыми Господь обращается к народу, после того, как ученики Иоанновы уходят, они выступают в защиту Иоанна Крестителя. И как бы вот здесь народ мог усомниться в том, что почему же все-таки Иоанн Креститель вот так колеблется, почему он сейчас буквально меняет свое мнение о Христе или у него возникает сомнение. Ведь не случайно здесь вот эта тема прослеживается. И поэтому, толкуя и рассуждая над вот этими строчками Священного Писания, о посланничестве учеников Иоанновых, мы все-таки должны рассудить о том, что Иоанн Креститель находится вот в таком душевном и физическом, вот в такими душевными и физическими пытками, давлением, напором, что Иоанн нуждается в своем уверении, если хотите, в своем, чтобы у него не было никаких сомнений в том, что Христос действительно тот обещанный Мессия. «И блажен, кто не соблазнится о мне». Посмотрите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали. То есть Господь предлагает здесь не передать какие-то слова или речи в защиту своего мессианца, но предлагает самый высокий критерий, показать Иоанну Крестителю самый высокий критерий. И этот высокий критерий заключается в испытании делами. «Расскажите о тех делах, которые вы видели, которые вы слышите, и они будут свидетельствовать о мне». Ничего большего он не будет, ничего большим доказательством, чем мои дела, свидетельствовать о мне не будут. Но это и понятно. И так, и вот здесь дальше Господь обращается к народу и говорит им, «Посмотрите, что же ходили вы смотреть в пустыню? Человека ли, который трость ли ветром колеблемую, или человека одетого в мягкие одежды?» То есть качающийся тростник — это образ такого человека, колеблющегося в своих представлениях и мнениях. И вот здесь, защищая Иоанна Крестителя, буквально Господь защищает до самого себя. Ведь народ тонко почувствовал, когда ученики Иоанновы приходят ко Христу, народ тонко почувствовал, что он вроде бы начал сомневаться в том, указывая на Христа как на Мессию. И вот это сомнение могли перейти в народ, а все-таки Иоанн Креститель был авторитетом среди народа, его очень многие уважали, ценили, в нем видели действительно истинного пророка, которого так долго не было, которого чаял и ожидал Израиль. И вот он вроде бы начал сомневаться. И вот здесь Господь говорит, что этот человек, он не сомневается. Это не трость колеблемая в пустыне ветром, куда ветер подул, туда, так сказать, и он отклоняется. Иоанн Креститель не был таковым, который носил мягкие одежды, это был истинный аскет и пророк. Он высоко оценивает его, потому он называет, что он был больше пророка. Пророк — это тот, кто обладает божественной мудростью, и эта мудрость Иоанна Крестителя присутствовала. Истинно, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Со Христом в мир приходит нечто совершенное, и мы это называем новой эрой. Это становится выше и больше Ветхого Завета, новозаветная праведность. И в 12 стихе для нас представляется довольно-таки сложная фраза. «Одней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, потребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна». Наверное, самое простое толкование этого отрывка будет в том, что действительно те, кто потребляет усилия, те и достигают Царства Небесного. «Если хотите принять его, он есть Илья, кто имеет уши слышать, дослышит». Итак, вот, в общем-то, «кто имеет уши слышать, дослышать», этими словами заканчивается евангельский отрывок. Что это означает? «Имеющий уши слышать, кто может, дослышит». Есть известная древняя поговорка о том, что лошадь можно привезти на водопой, но заставить ее пить нельзя. Вот так же и здесь мы можем сколько угодно слышать о Христе, но истину спасительную не воспринимать. Вот такими словами сегодняшний евангельский отрывок и заканчивается. «Кто имеет уши слышать, дослышит». Такое Евангелие, дорогие братья и сестры, в сегодняшний день читаем, слушаем мы с вами. Мы читали Евангелие от Матфея, 11 главу, со 2 по 15 стих. Ну а я с вами на этом сегодня прощаюсь. Всего вам доброго, до новых встреч и храни вас Господь.